в этом видео настройки страницы альбома рассмотрим в теме music play на wordpress меня зовут федор васильев и подробнее в этом видео урок номер 5 кстати если вы не знали вы всегда сможете заказать сайт у меня если у вас нет времени вы сомневаетесь телефон сейчас вы видите мой на экране вы всегда можете позвонить бесплатно через приложение вайбер или ватсап давайте созвонимся с вами и обсудим ваш проект а я возвращаюсь к теме урока прошлое видео мы с вами рассмотрели альбом опции кстати если вы будете загружать треки на сайт и в итоге вам по большому счету вот эти все опциям не нужны если они вам мозолит глаза именно вот эти вкладки вы можете вот здесь вот отключить их album page options например какие-то оставить видите все стало чистенько простенько нет этих вкладок это для тех кто не хочет их использовать я буду использовать возвращая их на место вкладка достаточно интересно давайте ее будем рассматривать и 1 у нас layout мод checkbox что он значит смотрите изначально ведь у нас шаблон music play он широкоформатный так скажем да то есть он растягивается во всю ширину браузера а есть так называя коробочный или колонкой старого образца вид шаблонов ну кому-то он нравится я не считаю что он прям старыми я думаю в некоторых случаях он даже симпатичнее и дает новые возможности если у нас сайт колонкой то сзади появляется возможность загрузить какой-то красивый бэкграунд или заливка цветом как это происходит смотрите ставим checkbox у нас появляются новые опции вот здесь вот будет у вас вот так серый цвет что он дает смотрите сначала просто покажу ставлю птичку обновить пойду на сайт обновляюсь смотрите что происходит вы видите сзади у нас такой темный фон шаблон стал такой колонкой скажем причем это действует видите для всего сайта мы настраиваем это в альбоме в одном но вы видите это действует на все страницы то есть кому-то может быть такой вид сайта больше нравится вот он здесь и какие есть возможности при наличии этой галочки page background то есть это заливка страницы мы можем загрузить это картинкой загрузить какую-то картинку можете сами попробовать какую-то большую широкоформатную картинку full hd например или заливка цветом любой можно выбрать цвет можно сбросить по умолчанию давайте посмотрим и здесь опции если загружаем картинку то есть если картинка маленькая то мы можем повторять по иксу по игреку она будет дублироваться как бы склеиваться да как обои но это надо смотреть загружать картинку и потом поиграть с этими опциями то есть но у репли не повторять ее и повторять по иксу по игреку дальше расположение картинки например слева сверху слева по центру и так далее и также можно сделать скролл или фиксы то есть скролл это прокручивание картинки вместе с сайтом а фикс это это уже симпатичный вид фиксация этого бэкграунда сайт будет прокручиваться картинка стоять на месте именно картинка которая сзади за сайтом это достаточно интересно давайте обновимся и посмотрим что это работает вы видите сзади зеленый цвет зеленый фон картинки то есть вот он здесь работает вот в принципе это эти опции я использовать это не буду здесь следующая опция выберите тип тизера который будет отображаться в подзаголовки данного поста но данного альбома изначально дефаут если кастом появляется новое поле где вы можете ввести дополнительный текст сейчас посмотрим где он и появляется опция кастом сайт бар здесь пока никаких опций у нас нет давайте посмотрим обновимся обновлю здесь смотрите вот наш заголовок нашего трека альбома и вот здесь у дополнительный какой-то текст вы поняли да вот здесь я написал его вот он где отображается здесь есть еще disable отключаем заголовок совсем вы видите он сверху отключается здесь я оставлю здесь по умолчанию кстати когда у нас дефаут вы видите тоже есть опции то есть именно для полоски вот этого заголовка цвет отдельно можно задать смотрите если можно загрузить даже background или уникальный цвет для этого я этой полоски полоса такая где у нас заголовок вот она видите желтая стала и для нашего заголовка и соответственно если цвет вам не нравится самого заголовка меняется он здесь пускай будет фиолетовый чтобы это было отчетливо видно и также есть возможность сделать padding то есть это отступы вот здесь в примере написано например 100 пикселей я сделаю обновить смотрите что получаем полоска стал шире цвет фиолетовый то есть вы можете вот так вот управлять очень точно вот этим вот заголовком причем смотрите это настройки конкретного альбома то есть это настраивается не во всех альбомах если мы зайдем во второй альбом здесь все по умолчанию у нас и так я верну цвета по умолчанию смотрим с вами дальше кастом сайт бар сайт бар это у нас колонка сбоку сейчас сайт бар у нас нет и вот здесь вот у нас помечено что full ширина видите синей рамочкой а вот здесь по иконкам видно по картинкам что мы можем выбрать сайт бар слева или справа вы должны понимать что вот эти все опции их можно назначить глобально для всего сайта вот 10 music play настройках мы просто с вами не дошли мы разбираем именно настройки конкретного альбома то есть каждый альбом можете настроить индивидуально или в music play настроить общие настройки для всего сайта позже будут уроки об этом итак смотрите вот сайт бар смотрим выбираю его обновляю вот у нас появляется в визе все сужается потому что колонка появляется вот здесь вот она здесь то есть если мы посмотрим сюда здесь сайт бара нет во втором альбоме сайт бара нет это только настройки одного альбома сайт баром мы еще будем разбираться поэтому здесь пока сайт бара нет и давайте посмотрим вот эти чекбоксы брэд крамс это хлебные крошки по-русски это очень хорошо для себя оптимизации сайта это путь именно путь обычно показывается вот здесь наверху от главной страницы до поста по нему очень удобно человеку переходить если он попадет на внутренний какой-то пост из интернета и захочет дальше гулять по сайту изучать его по хлебным крошкам легко переключаться там в категорию в пост и так далее и это важно для все оптимизации сайта это надо включать и тут для конкретного поста включение этого брэд крамс мы скорее всего ничего не увидим потому что здесь нужен будет дополнительный плагин если я обновлю здесь его нет мы с вами пока брэд крамс трогать не будем рассмотрим позже в глобальных настройках скорее всего это есть отдельно включать его отключать в отдельных постах нет смысла он нужен на всех постах будем разбирать его позже следующие две опции вот эти дженнелс и лейблс это относится к поиску и чтобы показать работу именно в посте нам нужно включить поиск глобально мы с вами поиск еще не смотрели поиск он здесь встроен в тему music play решите сами для себя нужно вам что поиск отображался в развернутом альбоме вот как сейчас вот именно выше то есть он должен быть вот здесь мы его включить по идее должны у нас просто не включен здесь его нет вы можете решить это будет отображаться поиск только вот здесь вообще на сайте а в развернутом посте не будет отображаться давайте я вам сразу это покажу то есть переходим music play далее мы с вами переходим music section кликаем а здесь мы с вами находим кастом шер бар это поиск в баре отображения у вас будет диссей был стоять отключено вы ставите точку вот сюда и не был включить в любом случае надо включить потому что как сайт у нас без поиска будет существовать прокручиваете в самый низ и нажимаете сейф опции после этого обновляем страницу видим что в категории электро поиск появляется как он выглядит это возможность поиска по стилю музыки поиск по лейблу то есть будет отображаться да вот ниже дальше поиск по треку здесь вводите название трека и нажимаете на кнопку искать или поиск по альбомам естественно все эти фразы search вот здесь вот должно быть написано поиск это все будет на русском смотрите дальше все мои уроки и все здесь будет красиво смотрите если зайду в альбом здесь поиск сверху он отображается вот вы решаете а нужен он здесь или нет и давайте вернемся с вами в альбомы зайду в настраиваемый альбом смотрите отключение вот этих вот стилей обновить то есть вот этой кнопки обновляюсь а вы видите исчезает остается только поиск по лейблу дальше лейбл отключить естественно понятно отключится лейбл или отключить полностью сайт бар в поиска а можно даже так сделать сайт бар отключить а лейбл из поиск по лейблом и поиск по стилям оставить давайте посмотрим то есть вот так вы видите поиск исчез но можно просто отсортировать по лейбл но здесь естественно выбрасывает в общую категорию что в категории электро нашлось два альбома то есть вы сами просто решаете нужен поиск или нет но я бы оставил он тут не мешает в принципе чтоб человеку сразу было удобно искать прямо внутри альбома я бы это оставил последняя опция достаточно интересная давайте сразу посмотрим чтобы я мог о ней рассказать если мы ее выбираем обновить на сайт возвращаюсь обновляюсь появляется маленькая здесь такая пометка на обложке вашего альбома это пометка типа что-то например это эксклюзив то есть в любой момент можете эту пометку снять или поставить просто такая ленточка вопрос в том что что там на ней быть написано должно ли быть там написано на русском языке то есть здесь это тоже помечается это вопрос другой мы к этому еще вернемся я уверен что здесь можно чтобы отображалась на русском языке то есть для русскоязычной аудитории человеку будет непонятно да что там написано можно будет написать эксклюзив или там хит или что-то такое то есть для каждого альбома вот вы видите здесь тоже помечается такой полоской мы с вами рассмотрели принципе полностью настройки страницы альбома на этом урок закончен и увидимся с вами в следующем альбома 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 Субтитры сделал DimaTorzok